МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в студии ТВ-центр встреча с начальником отдела участковых уполномоченных полиции Ахтубинского района подполковником полиции Андреем Александровичем Бучака. Мы сегодня поведем речь об охране окружающего мира и роли сотрудников полиции в предупреждении правонарушений в области охраны окружающей среды. Андрей Александрович, вот у вас поступили новые документы, которые есть необходимость довести до жителей города и района. У нас подготовлено распоряжение номер 149 у МВД России по Астраханской области от 21 марта 2016 года о проведении профилактической операции «Путина». Значит, первый этап у нас операции «Путина» начинается с 1 апреля и будет проходить до 31 мая. Это первый этап. А второй этап операции «Путина» будет проходить с 10 сентября по 31 октября. А вот скажите, пожалуйста, операция «Путина» – это же ежегодные у вас проходят такие мероприятия или периодически только? Нет, естественно, это операция ежегодная в связи с тем, что в этот момент начинается нерест рыбы, вода идет на прибыль, рыба поднимается, метать икру. Это ежегодная операция, она проводится постоянно в Астраханской области. То есть цель ее основная – это сбережение окружающего мира, биоресурсов? Да, основная цель – это сбережение биоресурсов, молоть, которая, скажем так, идет на нерест. Поэтому да, это основная цель этой данной операции. А вот скажите, пожалуйста, все ли сотрудники полиции участвуют вот в этой операции? Да, в этой операции могут участвовать абсолютно все сотрудники ОМВД России по Ахтубинскому району. Ну, вот мы знаем с вами, что участковая полномочия – это универсальный полицейский, который практически работает во всех сферах отдела вашего. А вот что будет, например, делать сотрудник дорожного надзора в операции «Путина»? Сотрудник дорожного надзора – то же самое. У нас будут рейдовые мероприятия, мы будем, допустим, не только сами осуществлять выезд на акваторию реки, у нас будут совместные мероприятия с природным парком, совместные мероприятия с рыбоохраной, также создаются группы, куда будет входить сотрудник полиции точно так же. И он будет какой-то документ иметь, что он участвует в этих мероприятиях? Конечно, сотрудник полиции обязан иметь при себе удостоверение и план задания, утвержденный начальником ОМВД. Участковые, участковые, полномоченные, они, скажем так, в зоне своего административного участка, им документов никаких не надо. Просто, что он участковый, полномоченный, и если это его административный участок, у нас есть участковые, куда входит водная акватория, то есть там участковому никаких документов не надо, кроме служебного удостоверения. Андрей Александрович, я хотел бы вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент, конечно, не совсем вам вопрос, начальнику отдела участковых, полномоченных, но суть в том, что зачастую с нашей реки, вот, с водного бассейна вывозят песок, гравий, грунт. Вообще, это попадает вообще под статью административного кодекса 8.14. Сотрудники полиции могут реагировать на эти? Мы реагируем, у нас есть такие факты, и граждане нам звонят, что, допустим, на золотых песках машина грузится, такие машины задерживаются, граждане задерживаются, доставляются в РОВД, протоколы составляются на данных граждан, и рассматривать данные протоколы, по-моему, Роспотребнадзор, протоколы отправляются в Астрахань на рассмотрение. На рассмотрение в Астрахань. Андрей Александрович, ну вот у вас большой документ по поводу этой путины, я не могу сейчас у вас, потому что он для служебного, видимо, пользования, с одной стороны, я хотел бы изъявить такое пожелание, что собраться в нашей студии, работникам полиции, работникам Государственной инспекции по маломерным судам и Рыбнадзору, чтобы можно было осветить те вопросы, потому что с 20 апреля наступает еще нерест рыбы, те запреты, которые будут согласно рыбохозяйственной полке в нашем регионе. Да, там, получается, административные протоколы можно будет, необходимо будет составлять, и вопросов нет, давайте соберемся, конечно, я всегда согласен, позовете, я приду. То есть есть особенности, которые будут действовать в тот период, да? Да, 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 есть. Мы по пути не, хотелось бы еще довести наши, скажем так, задачи и цели. Значит, будем отрабатывать рынки в городе, которые расположены, будем отрабатывать базу отдыха на предмет заготовки там рыбы, потому что баз отдыха у нас в Ахтубинском районе стало очень много. Также будут отрабатываться цеха по заготовке рыбы, которые расположены на территории города Ахтубинска. Ну и, естественно, будут рейдовые мероприятия на акватории реки. Это, я еще раз повторюсь, с природным парком, с рыбинспекцией, и также будем выезжать самостоятельно. То есть вы будете пресекать незаконную торговлю рыбной продукции на рынках? Да, на рынках, да. Конечно, естественно, все, чтобы были соответствующие документы на рыбную продукцию, ну и все, соответствующие документы, скажем так. Также лица, которые будут перевозить рыбу, тоже необходимо иметь соответствующие документы, потому что без документов люди будут задерживаться, доставляться в РУВД. Андрей Александрович, вам большое спасибо. Я думаю, что вместе с сотрудниками ГИМСа и Росрыбнадзора мы сможем встретиться, чтобы разъяснить нашим зрителям, какие будут правила, и чтобы они не становились на путь правонарушения. Конечно, конечно, давайте. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok